Была тема актуальная. Работа с коррупцией благодаря телевидению. И вопрос-то, кто еще и эффективнее может это сделать? Никто. Круче ТВ нет ничего. Спорить с ТВ интереснее. Есть, к примеру, провластные каналы, нет оппозиционных, так с кем спорить? Втирая свое, ответа нет. Говоря о демократии, нельзя убивать телевидение. А это лучшее средство демократии. Вот втирают, что КПРФ куплено. Нет, господа, это единственное противостояние всей системе. Но когда говорят, что Дума проголосовала, я бы сказал, именно процент за и против. Чтобы понятно было, кто за, а кто нет. Про властные структуры внедрили пенсию, против которой была, есть и будет стоять КПРФ. Поверьте, не надо уничтожать и убивать собственное население. Когда мама не может поднять ребенка, когда один самсончик пропирает свои последние айфоны в школе. О чем думают то одноклассники? Вот откуда ненависть начинается. И вы, сломав детей, никогда не вернете ни любовь, ни почет. Любовь и почет может вернуться кардинально перестроив общество, о чем говорит КПРФ. Вы уничтожали веру в течение 30 лет. Вернуть можно быстрее. Я не буду прописывать, но все идеи и события, как перестроить, они уже в мыслях партии КПРФ. Мало того, вы хотите знать и понимать, и делать. Вот вам к нам и дорога. Ненасилие над своим народом вытекает в события, снимающие власти. А это было во всех странах наших республиках. Недавно в самой крупной народ барыканул, и если бы не Россия, сложно бы пришлось никогда не существовавшей в большей части основанной примерно 100 лет назад республики. Ну, в смысле, Казахстана. В смысле, республика Казахстан. Ее никогда не было. Вам надо понимать, чуваки забугорные, вливая деньги в минимум затрат на человека рабочего, не хотят просраться. Тут все просто. Я бабки вложил, а что дальше-то будет? И свинствуют, и косарезят хлопцы с вашим минимумом, которого реально хватает, чтобы совершенно не бедствовать США. Вы, уменьшив в сотню раз, хотите, чтобы на вас впаривали. Но вы должны понять, что рано или поздно вы пролетите. Да, можно, когда у чувака земли плодоносящий круглый год. Когда он одет в шорты и футболку. Но с другой стороны, нафиг вы ему нужны то. То есть вся Америка, она по сути вся в тропиках, субтропиках и в экваторе четко забивает на капитализм в его нынешних формах. Что остается? В Афганистан вы залезть не смогли. Он так аукнется, что это только вопрос времени. Вы лезете в диктаторские страны, в которых диктаторы снимаются большинством недовольных. Страны СССР собирались. В нашей стране все было четко. Кто-то работал землей, кто-то выращивал стада, кто-то обувал, кто-то делал электронику. Все защищалось. Для этого земля России прирастала не один десяток, а сотни. И разломав, вы понимаете, что убив сына, отец не будет мстить? Ну да-да-да, вы уничтожили наше государство и не поняли, что люди не хотят ваше уничтожение. Мы хотим нормально жить, нам это нравилось. Вы посмотрите в историю и не лезьте. Мы без вас можем вернуть то, что за 8 лет после Второй мировой удивило всех. Мало того, все нормальные, не обмороженные вашей блюотной демократии понимают, что лучше бы сидеть под куполом коммунизма, весьма реально относившегося к религии, чем в странах, заполненных иммигрантами, которых вы и наплодили. Что же о России? Результат получен. И вы думаете, что здесь те 300 миллиардеров проживут? Но поверьте, мы не можем не облагать их налогами с учетой их заработной платы. Они это рано или поздно поймут. Возможно, слиняют. Почему бы и нет? Но я бы еще понял об маленьком нюансе. У нас вы внедрили суды. То есть у нас проблемы, так суд решит. В принципе, мы не говорим о зарплатах судей. Достойные и, будем надеяться, не подкупные. Мало того, все суды, по крайней мере в Магнитогорске, это качественные и отремонтированные места чтения и зачитывания приговоров. Говорить об обратном не нужно. Вы создали гарант, конституцию и законодательство. Это тоже хорошо. Это более чем достойно. Но к какой партии можно обратиться? К той, что работает именно для людей. То есть вернемся на начало данной истории. Я ничего не скажу, но один магнитогорский депутат из Единой России, перекинувшись в ЛДПР, занял тот самый управляемый пост. Вам что другое нужно показать? Вы за пенсию променяли свой выбор за сраные 130 долларов. Мало того, часть выборов была поменена за несколько часов. Это выборы в Госдуму. Хлопцы, человеческие. Нормальной думы не было в России. Она издевается над собственным населением. Была такая, куда делась? Мы выбирали депутатов СССР на пятеретку. Они принимали главные законы. И все было изумительно. Теперь, в принципе, все понимают правила. Кто за человеков российских, а кто против? КПРФ за тех, кому принадлежит необъятное. Даже уничтожив население, вы не уничтожите веру в то, что было построено человеками, а не олигархами. Олигарху реально насрать. Ему бабки нужны. И вот вам Норильск, и вот вам Лисяжная. Вот вам то, что рядом с Магнитогорском. Вот нигде никому ненужное электричество льется рекой. То есть, обложили вы горожан налогами, не балуйся. Но Малиновка – это место, уничтоженное руководителями села. Но не уничтоженное теми, кто, променяв однуху в городе на дом, продолжает работать на город. Вы не внимаете, как можно в деревне, нуждающейся в воде летом и зимой, охраневать от постоянной рабочей пожарной вышки? Ломаной-переломанной, на которую электронасос работает постоянно? Вы, власть придержавшая, не оборзели? Вы подписали документы. Вот они. Но в документах вы врали. Вы ничего не сделали. И единственный вариант у населения – пойти в суд. Благо, вы знаете, кто работает на вас. А это КПРФ. Вы обосрались, и вот он вариант, когда суд вас, независимый, накажет. Нельзя так воровать. Именно про это мы докладываем государству в лице мною, уважаемого президента. Я понимаю, о чем идет речь. Но поверьте, вы не можете забирать у россиянам то, что принадлежит им на основании рождения здесь, в России. Это воровство. Вы забираете у них воду. Что такое именно Малиновка? Малиновка находится, ну, там, где, по сути, нет рек. Нет и все. Потому что раньше, допустим, мы будем говорить о любом поселении сельском, оно всегда было рядышком с либо озером, либо с рекой. Здесь его не существует. Потому что воду они поднимают из земли. И это вы, своровав у государства электричество, уничтожаете принадлежащее населению воду. Вы что делаете? Здесь вода не может быть по истечению природных ресурсов. То есть, а что будет летом? То есть, вы должны понимать. Лето, естественно. Уральское, естественно. Южноуральское, интересное. То бишь, мы не будем говорить о том, что у нас очень много воды. Да, конечно, если она, вода, очень хорошо сохраняется в подводных резервуарах, мы ее можем выкачать. Но вы ее выкачали за зиму, за лето, за весь тот момент, когда электричество, которое вы реально стырили, высасывает воду. Оно просто ее высасывает и выплевывает. Это не нужно никому. И результат. И результат то, что малиновка летом не получает нужное количество воды. А как красиво то. Так вот, это воровство. Это воровство. И оно будет наказано. Здесь вода не может быть по истечению природных ресурсов, которые назначенцы ликвидируют. Да, будет суд и будет на вас управа. Вы должны понять, что в партии, в большинстве случаев, именно патриоты России, патриоты СССР. Мы знаем, что дано нам Всевышним. Мы не имеем права разбазаривать на весь мир. Нам бы этого хватило. Тем более, рядом с городом, которым гордится все. Именно он во многом благодаря своему качеству жизни в лидерах. Потому что даже уникальный и лучший комбинат заботится о здоровье. А кто не помнит, я объясню. Я проехал везде. Нет такого. Ни в России, ни за рубежом. Для самых тупых есть интернет. Посмотрите год. 1983 и год 2020. В картинках. И будете удивлены. То есть уникальный по количеству и по структуре город располагается в Агаповском районе. Его, конечно, не было бы. Но если есть город, то в Агаповке должно быть так же. Про Агаповку. Перенос. И Агаповка видит солнце. Не говорите про комбинат. Не надо. Но и в Агаповке возникают проблемы. Проблемы в чем? Агаповка в объединенном конце, выстроенном комбинатом. Проблемы в растениях. Мы не в той территории посадили карагачи. Они более хороши, но зная наши ветра, они ломаются. То есть часть кроны, и его необходимо убирать. Или вы не видели обломанные последними событиями карагачи города? Это высасывающие воду растения, которыми топиться то нереально. Но получается, что корневая система недостаточно для наших ветров. Они падают с корнями, если вовремя не убрать ветки. Так тому и быть. Честно, хорошо, что лиственные деревья в Магнитогорске меняются соснами. Но когда сосна вырастет, это десятилетие, и не все доживут. А убрав ветки, карагач будет радовать кислородом. Это есть. Но прописат не исполняется. Вы не понимаете, но это правда. И в очередной кто раз за Агаповку, на которой расположен Магнитогорск. Опять партия, которая работает на народ. И это опять КПРФ. Мы тихим сапом, как говорил наш лидер, хотевший судить Николая, но не расстреливать вкупе с семьей. Можем повернуть нашу озлобленную жизнь в лучшее состояние комфорта, как это было в СССР. Редактор субтитров А.Семкин, Корректор А.Егорова